Почему нельзя при изобретении хатермун было ограничиться тем, что мы перемножаем только вектор трехмерного пространства? Ведь что здесь реально сделать? Мы разобрали, что такое комплексные числа. Замечайте, комплексные числа, где кардинаджи, да? Понятно, а и б. Вещественная кардинаджи, а то мнимая кардинада. И дальше перешли вдруг сразу к объекту четырехмерного. Интересно нас решили. Может быть имело смысл не травиться, а поизучать трехмерное, давайте называть алкоголь. То есть на векторах нашего любимого трехмерного пространства, в котором мы, естественно, живем, дышим, приходим, и ввести операцию, которая будет обладать естественными свойствами, типа А плюс Б это такой плюс А, А умножить на А плюс С это А плюс АС, ну и ленившись все выписывать. Такие естественные, вот, оказываются невозможны. То есть, конечно, есть скалярные произведения, которые каждым двум векторам ставят в соответствии произведение гектрин на кусте, это число. Есть векторное произведение, которое двум векторам ставит, это здесь третий вектор, но у векторного произведения есть одна неприятность. Если вектор Б сонаправленным, или противоположным направленным, то есть в доле напрямую с вектором У, то тогда площадь пронилограмма ноль. И поэтому, например, векторный квадрат любого вектора это просто ноль. То есть там есть то, что называется в алгебре делители нуля. Можно произведением двух ненуленных объектов получить нулевой объект. Вот, оказывается, ребята, на векторах трехмерного пространства невозможно определить произведение так, чтобы не было делителей нуля, и чтобы это было аудио. И оказывается, доказательство этого, проще всего сказать, не алгебраическим образом, а при помощи, так называемой, теоремы о прическом и ежахах. Рассказываю, что такое ежик в самом таком понятном виде. Ребята, я сейчас возьму не сферу для ясности, а окружность. Вот, когда у меня есть окружность, то я могу взять и в каждой ее точке нарисовать вектор, который получается из радиус вектора поворотом на 90 градус. Ну, может быть, это сложно арестовать красиво, чтобы было совсем. Но мне кажется, что вы все прекрасно понимаете, да? Физики говорят, что это вектор скорости. Вот точка крутится вокруг начала кардинаров, в каждый момент времени у нее есть скорость. Согласны? Это легко. В комплексных числах это отмешивается в следующий вопрос. Если у нас в этом комплексное число какое-то, давайте мы его назначим, комплексное число Z, да, то тогда вот это число, это будет у нас просто-напросто Z умножить на I. Дело в том, что умножение на I, это как раз и есть поворот против часовой стрелки. В координатах это записывается следующим образом. Если у вас есть число A плюс B, то умножение его на I надаст вам минус B плюс A I. Ну, господа, то, что у них скалярное произведение ноль, у вектора A, B в вектора минус B, A, ну, конечно. А значит, они вертодикулярны. То есть существует в каждой точке окружности ненулевой вектор, который, смотрите, касательный к окружности. Этот вектор касается окружности, и при этом он ненулевой. Между прочим, если вы возьмете квадронионы, правда там тяжело рисовать, потому что, чтобы нарисовать множество тех квадронионов, у которых мозг равен единиц, то есть то, что аналог окружности, вам реально нужно нарисовать множество всех таких точек A, B, C, D, то есть это четырехмерное пространство, у которых сумма квадратов A квадратных B квадратных B квадратных C квадратных C равна единице. Это объект четверхмерного пространства, то, что называется трехмерная сфера. Вот множество решений, так как уравнения. В математике называется трехмерная сфера и обозначается S3. Соответственно, вот эта вот окружность называется S1. Она на толскости, но, соответственно, она одномерная, называется S1. Замечательно! На одномерной окружности есть ненулевое, касательное в каждой точке. Векторы в каждой точке, они неперерывно зависят от точки. Так вот, ребята, оказывается, не существует такого векторного поля на свете. А если бы можно было ввести понятие произведения, то оно бы существовало бы. Сейчас я объясню почему. Вот смотрите, вот есть у вас множество таких квадратных. квадратных. Давайте возьмем какой-нибудь квадратный. Ну, для простоты, пусть у него модуль будет равен единице. И все существующие квадратные на него умножат. Ну, например, я возьму просто ги. Здесь я говорю квадратный ги. Что происходит? Когда А плюс Ви плюс Сжи плюс Дк, вы умножаете, ну, например, на, взять и лектор, минус В, плюс Аи. Так, мне нужно жить так. К на Е будет что? Жи. Значит, будет плюс Джи. И теперь Жи на Е будет минус А. Минус СА. Господа, умножение на И не изменило модуль квадратного. Однако, если вы посмотрите на вектор А, В, С, Д и на вектор минус В, А, Д минус С, то вы обнаруживаете, что из столярных произведений равно нулю. Потому что, когда умножаешь А на минус В, а потом В на А, а потом С на Д, а Д на минус С и складываешь, то, конечно, получаешь ноль. А, В, минус В, А, плюс С, Д, минус Д, С. Вот. Значит, эти векторы перпендикулярны. И, разумеется, если вектор А, В, С, Д был не ноль, то и вот этот вектор минус В, А, Д, минус С тоже не ноль. Значит, для квадратный гионов есть касательное векторное поле, которое ни в какой точке не равно нулю, и которое везде перпендикулярно нашим, то есть касательно, оно касательно к сфере, то есть перпендикулярно радиусу. А для трехмерной сферы такого не бывает. Математики, это Кольтко, говорят, что ежа нельзя причесать. Повторю, когда вы берете сферу и в каждой точке рисуете торчащий грудь, у настоящего ежа это, разумеется, не так. Когда вы берете настоящего ежика, у него вообще там чужие лодки есть, да? Ну, то есть не всего много кидет и грудь. Ну, тем не менее, представьте себе, в принципе, почти такие организовые варки, у которых во все стороны торчат и грудь. Совсем-совсем такой, в идеале, что он плавает, совсем во все стороны и грудь. И пусть это их много, так вот, оказывается, что если вы попытаетесь его разгладить, сделать, чтобы в каждой точке иголка стала бы касаться к телу, да? Вот так гладить, лежал. Оказывается, что хотя бы в одном месте обязательно возникнет неправильность. Обязательно хотя бы в каком-то месте у вас или придется одно на другое, то есть будет разрыв в этом верхнем поле, или придется просто, что где-то ноль, что все это все идет на ноль. Ну, вы, в принципе, можете просто представить себе, что, скажем, у вас есть такой шарик, и вы на него дуете с одной стороны. Тогда вроде бы все хорошо, но нетрудно понять, что возникает все-таки проблема в том месте, где вы на него думаете. Согласны? В этой проблеме будет. Ну, в общем, еще, что-то, подумать, как бы его причесать. Ребята, я сейчас не буду вам строго доказывать именно это утверждение, а давайте просто объясню идею. Оказывается, когда у вас есть любой вибридный вектор на фоне на сфере, для которого во всех точках вектор не нужен, оказывается, что есть такая штука, есть понятие индекс. Так что, когда есть вибридный вектор то вы можете взять любую точку и посмотреть, как выглядит векторное поле рядом с ним. Ну, какие возможны картинки? Возможно, картинка, что векторное поле устроено более-менее вот так. Ну, интересно, что индекс 0 считает, что все будет этим. А вот оказывается, что есть такая ситуация, когда у вас векторы, что называется, торчат из точки. Расходим. В самой точке, понятно, что она вектора наиболее 0, а вот они вот так вот торчат. Берем окружность с центром в этой точке и проходим по ней и все время смотрим вот эти вот векторы откладываем от центра. Тогда у нас фактически этот вектор будет поворачиваться и сделает один полный оборот. Другая картинка. Представьте себе, что у нас точка, а векторы по касательной окружности. То есть они здесь становятся поменьше, тоже касательные. Вот, отлично. Опять проходим по окружности и каждый такой вектор откладываем от центра. Нетрудно заметить, что он тоже совершит один полный оборот. Замечательно. Тогда импекс вот этой точке называем единицей индекс этой точки называем тоже единицей. Давайте договоримся, что по вертикальной прямой будет движение к началу координат. По горизонтальной прямой движение будет от начала координат. Вопрос. Если вы возьмете окружность и проследите что происходит с направлениями этих векторов при прохождении вдоль окружности. Обычно эту картинку обычно эту картинку рисуют следующим способом. Рисуют просто-напросто гиперволы. Самые обычные гиперволы у равняются константин. И говорят, что это касательные таким гиперболу. Наверное, так будет лучше всего объяснять. гиперволы 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 так, давайте возьмем какую-нибудь окружность гиперволы на этой окружности просто посмотрим, как выглядят эти векторы. Ну, здесь вот вектор выглядит более-менее в эту сторону. Правильно? Дальше. Здесь он тоже более-менее в эту сторону выходит. Тоже более-менее в эту сторону. Так, здесь какой этот самый вектор? Его направление вот такое. Здесь его направление такое. Соответственно, при движении вот от этой точки сюда вектор из горизонтального вправо превратился в вертикальный рис. Отлично. был горизонтальный стал вертикальный вниз. Теперь движемся. Вот здесь он был вертикальный вниз. Тогда дальше он здесь будет примерно такой. В общем, в какой-то он развернется и станет таким. Таким образом перешли сюда. Теперь вот из такого вектора он станет вертикально вверх. И, наконец, при движении здесь из вертикального вверх вверх. Ребята, мы только что обошли, но по часовой стрелке. Соответственно, вот у такой точки индекс называется минус единица. Правда. Индекс равен минус единица. Вот у такой точки индекс равен единице. И у такой точки тоже индекс равен единице. А дальше представящие форумы. Вас кто на математические пушки приходят учили так называемую формуле Эйлера. Вершин минус рёбер через грани это 2. Помните такая была? Эйлера характеристика сферы. У любого многократника вершин минус количества рёбер плюс количества грани это 2. Так оказывается что 2 это не просто 2. И вот это число это не просто число а это сумма индекса всех особых точек векторного поля. Ребята оказывается вот это число Эйлера характеристика это сумма вот тех самых единичек и минус единичек сумма индекса всех особых точек всех особых точек ну разумеется что это превратилось в теорему надо чтобы особых точек было конечное число и надо объяснить как любого вершинного поля можно что называется продеформировать его к некоторому стандартному которое строится по любому расстоянию поверхности на многоугольник не буду сейчас это делать потому что это очень сильно меня увело вбок но во-первых это красиво само по себе и полезно это знать потому что иначе вы думаете что эта формула для маленьких ничего подобного эта формула она и в настоящей высокой математике вполне себе часто применяется мне сейчас важно не это мне сейчас важно что у сферы эллиновых характеристик равна нулю даже не то что она не равна нулю а если она не равна нулю и это сумма индексов особых точек значит особая точка обязана быть значит ёжика нельзя причесать понятно да и значит не бывает никакого способа вести понятие произведения на трехмерных вектор чтобы у нас получилась алгебра без делителя нуля это неожиданное на самом деле суждение оно неожиданно тем что для обоснования алгебраической невозможности алгебраической конструкции а именно превращение трехмерного объектного пространства в алгебра без делителя нуля не существует из-за того что оказывается нет векторного касательного и ненулевого во всех точках поля односпельного такая неожиданная связь топологии с алгеброй в этом месте существует можно и по-другому доказывать отсутствие хорошего умножения на трехмерных векторах мне сейчас не хочется поэтому потому что моя цель это сейчас как использовать употреблять патермионы если они такие есть четвертые как можно их употреблять употреблять и в